Как быть, если в семье старшие дети обижают младших? Ну, вообще процесс обижания неприемлем ни в одну сторону, ни в другую сторону, хотя может с другой стороны показаться, что старшие иногда и чаще обижают младших. Но в прайде у львов тоже старший всегда в почете, и старший лев, или старшая львица, или старший брат, ну, тот, кто сильнее, тот, у кого больше опыта, тот и имеет как бы приоритет в уважении. В принципе, обижать ни старших, ни младших нельзя. Ну, что делать, если уже обижают? Ну, значит, системы воспитания построены так, что с кого-то этот ребенок берет пример. Если в семье папа обижает маму, то старшие могут обижать младших. Если мама как-то некорректно относится к своим детям и допускает для себя состояние, в котором человек получает не наказание от слова образования, а наказание как повод к обиде, значит, старшие тоже могут брать с нее пример и так делать. Вот у книги Иисуса Санасираха есть такая замечательная строчка. «Старший между братьями в почтению них, и боящийся Господа в очах их, в почтении, старший должен быть всегда в почтении у младших». Вот такую схему поведения всегда на Руси наследовали, и всегда младший сын, он был, несмотря на всем, у казаков, несмотря на то, что он был хороним всеми остальными братьями, он подчинялся всем и уважал всех, и самый младший имел самое последнее слово в семье. Так что в семье нужно воспитывать состояние, в котором будет не боязнь другого, а все-таки какое-то уважение воспитываться. Вот я всегда возвращаюсь к Сираху, к третьей главе, где уважающий отца будет долгоденствовать. И всегда вспоминаю кавказцев, которые на самом деле живут долго именно потому, что они уважают старших. Так вот, старших не только отца, но и старшего брата уважают. И старший брат, понимая, что он старший, он должен снисходительно относиться к младшести младших. Поэтому думаю, что вопрос сейчас не стоит, что делать, что обижает. Что делать, когда обижают, это надо смотреть, как устроена система воспитания. А в принципе, в подтверждении в Евангелии нет того, что старший должен обижать младших. Нет, старший должен участвовать в процессе воспитания. Но иногда процесс воспитания связан с тем, что младших нужно не только научать чему-то, но и принуждать к чему-то. Если это имеется в виду, то здесь ничего не поделаешь. Если младший не хочет выполнять мамино поручение и убирать после с собой игрушки, нужно применять институт принуждения. Это уж как к какому педагогу Господь на душу положит, но тем не менее, педагогике до сих пор насилие. Даже отучить человека ковыряться в носу, это все равно нужно применить некое насилие. То ли перцем палец намазать, то ли еще как-то убедить человека. Но тем не менее, ему хочется что-то сделать, а ты делаешь так, что он этого потом не делает. Вот это никогда не связано с доброй волей. Поэтому воспитательный процесс, он связан с неким принудительными действиями. Но если это будет связано с обидами, с какой-то болью или с насилием, это, конечно, не очень хорошо. Поэтому надо выбирать золотую середину между насилиями и попустительством. Помоги, Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.